В первой статье Конституции страны определено «Узбекистан – социальное государство». Реформы, направленные на обеспечение равных прав всех слоев населения, доступа к объектам социального значения, повышение качества жизни людей, нуждающихся в посторонней помощи, уже дают свои результаты. В стратегии «Узбекистан-2030-22» целью также предусмотрено совершенствование профессиональной системы оказания социальной помощи населению. Адресная работа с жителями обеспечивается за счет внедренного единого реестра социальной защиты, который стал важным инструментом в доведении до общества их прав на пользование целого ряда соцуслуг. Насколько данные механизмы демонстрируют свою эффективность, расскажет Хондамир Хашимов. Еще в недалекой ретроспективе в системе оказания социальной помощи наблюдалось немало проблем, так или иначе связанных с устаревшими методами и подходами к взаимодействию с населением. Прохождение людьми с инвалидностью медицинской и социальной реабилитации, обучение их профессии для того, чтобы вернуть их к полноценной жизни. Этим вопросом не оказывалось должного внимания. Или же выплата пособий лицам, являющимся нетрудоспособными, привела к тому, что люди вынужденно оказывались в состоянии постоянного ожидания. Таким образом, появилась острая необходимость полного реформирования былой системы с целью создания базы данных, действительно нуждающихся в поддержке. Во-первых, это обеспечило оперативность работы ответственных органов. Во-вторых, облегчило процесс определения круга лиц, которые реально нуждаются в адресной помощи государства. Единый реестр социальной защиты. Несколько лет назад эта система с соответствующим постановлением кабинета министров в качестве эксперимента была внедрена в Сардаринской области. Отныне определение категории граждан, кому положено выплата пособий, производится автоматически. По защите уязвимых слоев населения обращаются в Махалю, Тули, в Центр Инсон. Документы принимаются. От них Махалинский комитет принимает заявку. До 19-го числа оформляет. В едином реестре проверяется за счет ведомств министерств. Потом назначаются выплаты пособия, если семья нуждается в помощи. Постановлением президента о дополнительных мерах по автоматизации процедур предоставления государственных социальных услуг и помощи населению на основе опыта Сардаринской области было решено распространить его и в других регионах республики. Так и началось внедрение совершенно нового механизма социальной защиты. Как отмечал руководитель страны, для того, чтобы пенсии и пособия назначались реально нуждающимся в них, Махалинская «семерка» вместе со специальной комиссией на основе данных и доказательств определяет эту категорию лиц. Если есть приусадебный участок, гражданин трудоспособный, то применяются соответствующие меры по обеспечению их занятости. В Касанском районе были 32 семьи, считающиеся малообеспеченными. После основания Махалинской «семерки» удалось снизить этот показатель вдвое. Есть и граждане, которые, будучи нуждающимися, не могли получить пособия. После проведения изучений этим соотечественникам, исходя из решения, представители Махали определяются пособия. На следующем этапе единый реестр охватил оказание государством помощи социально уязвимым слоям населения, в том числе передача ребенка в детский сад, обеспечение необходимыми констоварами учащихся, получение медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на бесплатной либо льготной основе, частичная или полная оплата первоначального взноса за ипотечный кредит. На сегодняшний день в рамках системы предоставляются выплаты по четырем критериям. Детское пособие малообеспеченным семьям, материальная помощь малообеспеченным семьям, пособие по беременности и родам из фонда социального страхования, пакет первичной социально-материальной помощи. К примеру, если в первой половине 2020 года количество семей, которые получают различного рода пособия, равнялось 600 тысячам, то на данный момент оно выросло до полутора миллионов. У граждан было множество вопросов касательно устаревших методов работы с населением. Надо было посещать Махалю, затем ждать ответа комиссии. Высок был уровень человеческого фактора. После внедрения единого реестра соцзащиты решились несколько проблем. Все процессы производятся автоматически. После отправки данных Махалю они оперативно передаются в другие ведомства. С января текущего года в системе института Махали ведет деятельность социальный работник, который проводит подворовой обход. Тщательно изучая условия, он принимает заявления от граждан. После чего региональный филиал центра Инсон фиксирует его в едином реестре социальной защиты. Я инвалид второй группы. Нуждалась в социальной поддержке. Получая пособия по инвалидности, каждый год необходимо было проходить повторный осмотр. А бывало, что посещать учреждение не позволяло здоровье. Сейчас же созданы все условия для уязвимых слоёв населения. Раньше было много проблем. Сейчас достаточно предоставить паспорт, а если нужно, то работники профцентров сами посетят вас на дому. Эта система полностью изменила подход к работе с гражданами. Единый реестр социальной защиты интегрирован с базами данных 16 министерств и ведомств, что обеспечивает оперативный документ оборот. Появилась возможность обмена более 50 видами информации в режиме реального времени. Таким образом, минуя процесс бумажной волокиты, экономится время граждан. Теперь заявление можно заполнить, имея при себе лишь документ, подтверждающий личность. Раньше для получения пособий или пенсии мы заполняли целую кипу бумаг. Сейчас в режиме онлайн мы узнаем о том, принята наша заявка или нет. Ещё совсем недавно для этого надо было постоянно обивать пороги ряда ведомств. Все выплаты происходят своевременно. После 15-го числа каждого месяца деньги попадают на пластиковую карточку. Поддержка государства в такой форме становится одной из главных причин укрепления социального статуса в обществе многих семей. Помощь, причём в любых её проявлениях, никогда не остаётся без внимания. За этим стоят благосостояния людей, качества их жизни и ещё целый ряд сопутствующих факторов. Продолжение следует...